Добрый день. В процессе обсуждения системы образования, которая нужна нам в будущем, мы столкнулись с проблемой, как выбирать профессию. Я утверждаю, что правильно выбранная профессия, то есть профессия, соответствующая способностям человека, это очень хорошо. Если этого не учитывать, выбрать профессию не по способностям, то это очень плохо. От этого зависит цель образования, поэтому надо этот вопрос прояснить. Что ясно? Я предпочитаю представить эту часть проблемы в виде некоторого пространства способностей. Математики часто используют метрические пространства, какие-то элементы в него входят, но всегда можно определить расстояние от одного объекта до другого. И вот идея состоит в том, чтобы данного человека спроецировать в этом пространстве, найти его место, его точку в этом пространстве. И профессиям найти точки в этом пространстве. И так, чтобы можно было измерить расстояние от человека до его профессии, потенциальной, и выбрать ту профессию, до которой ему ближе, которая ему роднее. Ну, дальше, конечно, надо уточнять, что имеется в виду. Как устроено это пространство, как спроецировать человека, как спроецировать профессию, и как посчитать расстояние. Вот я собираюсь ответить на эти вопросы в следующие пять минут. Рассмотрим три профессии. Вот я тут представил их визуально. Война, поэзия и теоретическая физика. И рассмотрим трех известных людей. Наполеон, Пушкин и Эйнштейн. Если сопоставить каждого человека из этого списка, каждой профессии из этого списка, то можно понять, что к одним профессиям человек пригоден, а к другим не пригоден. И это изменить нельзя, и это было ясно с ранних лет этих людей. Они уже знали, чем они будут заниматься. Теперь, это как бы результат. Мы можем считать, что там, где стоит «да», там близкое расстояние. Очень далекое расстояние, и нет смысла туда идти. Я предлагаю рассмотреть следующую программу, которая вычисляет это расстояние определенным образом. Именно для вот этих заданных людей и заданных способностей. Вот я перебираю людей, которые у меня заданы. И вот я перебираю профессии, которые у меня заданы. И по определенной формуле вычисляю. Только я буду вычислять не расстояние, которое надо минимизировать, а величину, некоторую обратную. Величину, которую я называю рейтингом. Если расстояние лучше всего иметь поменьше, то рейтинг лучше всего иметь побольше. Ну, понятно, что с математической точки зрения это вещи взаимозаменяемые. Вот профессия, и вот еще профессия, и вот еще профессия. Я могу тут вычислять внутри программы вот этот самый взаимный рейтинг. Ну, давайте посмотрим. Давайте сначала посмотрим заведомо неподходящую профессию. Взаимный рейтинг – 0. Другую профессию. Взаимный рейтинг – 32. 0 означает, что категорически нельзя заниматься этой профессией. А 32, что очень даже рекомендуется. Если будет несколько разных, но не нулевых рейтингов, то надо выбирать тот, который выше. Но поскольку у меня здесь материала ограниченное количество, то я специально так подобрал, чтобы все кроме одного были нулями. И вот здесь, например, рейтинг 0. Не может Пушкин заниматься теоретической физикой. Давайте посмотрим у других персонажей. Сначала просто посмотрим. Вот следующий персонаж – Наполеон. Может он заниматься теоретической физикой? Ответ – нет, не может. А другими занятиями? Да, вот тут высокий рейтинг – 512. А другими занятиями? Поэзией, например. Нет, здесь нулевой рейтинг. А вот Эйнштейн. Вот может он заниматься поэзией? Ответ – нет, не может. Нулевой рейтинг. А физикой теоретической может? Да, высокий рейтинг – 8. То, что разные рейтинги в разных профессиях для выдающихся личностей все-таки разные, не должно нас пугать, потому что мы будем сравнивать в одной профессии. И разных людей одной профессии можно сравнивать. Кто из них будет лучше успевать? Но если у нас меняются и профессии, и люди, то здесь соизмерять бессмысленно. А вот еще род занятий. Здесь нулевой рейтинг. Давайте посмотрим, почему. Вот что это означает? Это означает, что где-то есть параметры. Ну, грубо говоря, метрическое пространство – это хорошо, когда можно изменить расстояние. Но лучше иметь пространство геометрически конечномерное, то есть иметь некоторое количество параметров, которые будут как отдельное измерение. И имея вектор чисел и другой вектор чисел, можно из этих двух векторов как-то вычислять расстояние. Это в математике обычное дело. Давайте посмотрим. Вот Наполеон и война. Очень хорошо подходят друг к другу. Давайте посмотрим в деталях, что это означает. Вот посмотрите, как я посчитал рейтинг. Рейтинг 512 складывается из того, что я умножаю. Единицы, двойки, единицы, двойки, единицы, двойки. Но здесь нет ни одного нуля. Если бы попался ноль, то это бы все обнулилось. Это значит, что есть какое-то свойство характера, которое запрещает заниматься этой профессией. Теперь посмотрим, как я вычисляю эти коэффициенты. Вот у меня тут ку-коэффициент. Видно, что тут коэффициенты двойки, единицы, двойки, единицы соответствуют разным параметрам. Фактически этот параметр показывает размерность пространства. У меня здесь 3, 6, 9, 13, 8, 21 параметр. Это пространство с 21 измерением. Его размерность 21. И по каждому параметру я вычисляю некоторый коэффициент. Потом эти коэффициенты я перемножаю, получаю число. Если попался ноль, все обнуляется. Все остальное уже не имеет значения. Если попалось много двоек, то рейтинг будет выше. Мало двоек, то будет рейтинг ниже. Тут схема достаточно простая. Теперь, что у меня за параметры? Во-первых, входные кодировки. Ухо, глаз, рука. Я ставлю тут 0, 1, 2. Потому что я считаю, что... Да, у меня тут два столбца, как видите. Один связан с деятельностью. Ну, условно, экшен. А другой с человеком. Условно, персона. И вот Наполеон как персона в каждой тройке... И вообще отдельный человек. Вот для кодировок. Ухо, глаз, рука. Входная кодировка. Центральная кодировка. Это у меня называется текст, картинка, схема. И выходная кодировка. Что человек придумывает. Что человек продуцирует. Какого рода мысли. Это образы смысла сценария. Так вот, первое правило в моем пространстве способностей. Состоит в том, что у человека всегда есть что-то сильное. Что-то среднее. Что-то слабое. Понятно, что посадив двух людей рядом. И сравнивая их сильные стороны, можно получить очень разные на порядок. На два порядка отличающиеся результаты. Но внутри одного человека всегда есть что-то сильное, среднее и слабое. Вот слабое я ставлю ноль. Среднее один. А сильное два. И так по каждой триаде. Ну, что нужно. Вот что есть у Наполеона. Так. У него есть, как говорил Суворов, что нужно на войне. Быстрота, глазомер, натиск. Глазомер нужен. И рука нужна. Потому что очень много движения. И очень много физического перемещения в пространстве. То есть мышечное чувство должно человека не подводить. Ну, давайте посмотрим. Текст, картинки, схема. Вот. Полководец должен видеть картинку. Помнить в лицо. Он же помнит в лицо каждого солдата. То есть картинка очень хорошо. Картинка это, когда мы помним все детали. Схема нужна, чтобы строить план сражения. А текста нет. Потому что, как сказать, если посмотрите, что написал Наполеон за свою жизнь, сколько текстов, то их будет очень мало и они будут очень невыразительны. Хотя есть от него. Остались записки. Вот. Образы. Образы не нужны. А вот смыслы и сценарии нужны. Причем полководцу нужны именно сценарии. И смыслы меньше. А образы совсем не нужны. И вот мы смотрим здесь. Что касается деятельности. То тут, в отличие от человека, не обязательно говорить сильное, слабое, среднее. Для всех триад. Но понятно, что ухо на войне не нужно. Потому что, когда гром пушек раздается, то особенно ухо применить нельзя. А вот глаз и руку можно. И рука, я считаю, важнее, чем глаз. Потому что действие, перемещение важнее, чем оценка на глаз. Схема и картинка очень нужны. Текст нужен меньше. Хотя тоже какой-то текст нужен. Образы, смыслы и сценарии. Очень нужны полководцу сценарии. Очень нужны. А смыслы и образы меньше. Кроме того, это первые девять параметров. Первые девять измерений, так сказать. И вот посмотрите. Общее правило такое. Если не нужно и этого очень мало, то это очень хорошее сочетание. 0,0 дает 2. Если это нужно и этого много, то это очень хорошее сочетание. Это дает 2. Если же этого среднее, среднее, то это 1. Текст, например, среднее. Ну, нет его. Ну, это 1. Вот там, где двойка, двойка, это очень хорошо. Ставлю двойку коэффициент. Там, где двойка, единица, там среднее. Единица, 0, там среднее. То есть, крайние случаи, два нуля, это очень хорошо. Две двойки, это очень хорошо. Все остальное, это среднее. А вот, когда попадается двойка и 0, но здесь такого нет. То есть, очень много и совсем не нужно. Или наоборот. Очень мало и очень нужно. Тогда появляется здесь 0 и все обнуляется. Что еще есть? Есть еще 4 темперамента. Я утверждаю, по моей модели, что один из 4 темпераментов присутствует сильно, а другой среднее. И 2 не присутствуют. Вот, например, полководцу нельзя быть меланхоликом. Вот тут стоит 0. Но, поскольку меланхолия у Наполеона не присутствует, то это очень хорошее сочетание. И, кроме того, есть еще уровни. 8 уровней, это 8 оценок. И из 8 оценок, можно утверждать, что 2 оценки сильные, 2 оценки средние, а остальные слабые. Вот тут две двойки, 2 единицы и дальше нули. И, действительно, вот этот диапазон деятельности 3, 4, 5, 6 уровня, он очень нужен. Очень нужен. И он присутствует. Тут нет ни одного нуля. Поэтому здесь коэффициенты 2, 1, 2, 1, они хорошие. А в тех случаях, когда есть 1 или 0, нет противоречия. 0 не появляется. Вот появляется тут средняя оценка 1, 1. Здесь появляется 2, 2. При перемножении получается очень высокий коэффициент. А вот, например, если я тому же Наполеону покажу другой вид деятельности. Поэзию, например. И посчитаю рейтинг. Получается 0. Давайте посмотрим детали. Значит, ну что, в поэзии нужно ухо. А уха у него нет. 0. В поэзии нужен текст. А текста у него нет. 0. В поэзии нужны высшие уровни. 7 и 8. А их у него нет. Но они нужны, в общем, средние. Поэтому тут не появляется 0. 0 появляется в том случае, когда у нас очень нужно и его нет. Ухо. Очень нужно и его нет. Текст. И образы нужны. Ну, очень нужны образы. Образов нет. Тоже появляется 0. Тут появляется еще 0 в меланхолии, которой нет у Наполеона. Но она, в общем, нужна в поэзии. И тут появляется еще один 0. Поэтому в перемножении этих коэффициентов получается 0. И человек не может заниматься этой профессией. Вот мы имеем, что мы имеем. Мы имеем в виду пространство, в котором есть 21 параметр. Мы имеем оценку этих параметров по профессии. Мы имеем оценку этих параметров по человеку. И мы имеем алгоритм сопоставления, дающий вот эти коэффициенты по каждому измерению. Если эти коэффициенты перемножить, то получается некая величина, которую я называю рейтинг. И чем выше рейтинг, тем лучше человек в этой профессии. Если рейтинг нулевой, то заниматься такой профессией категорически нельзя. Таким образом, есть определенный алгоритм, определенная модель способностей, пространство способностей. Ну, понятно, что она будет совершенствоваться. И сегодня эта версия.